СИГНАЛ, ПОДОЛЖЕНИЕ ВАНЬЯ ДОУЕ, ПОДОЛЖЕНИЕ ВАНЬЯ ДЕНЕСКА ВЫСТАЯ ДИНА Ильнур, расскажи, почему ты в детстве пошел именно в футбольную школу? Если честно, у меня Тюмень особенно с футболом-то не ассоциируется. На самом деле я в футбол пошел не сразу, потому что родители пробовали меня дать и в танцы, и в рукопашный бой, и в тайский бокс. Я всего по чуть-чуть занимался, но был акцент на танцы, потому что я с раннего детства, с садика, был такой танцором, наверное, и меня учили татарскому танцу, и в садике учили. Я помню, к маме приезжал на концерт, на заводе концерты какие-то были, и пригласили меня тоже, как ребенка, и я там танцевал татарский танец, и, короче, все шло к тому, что просто хотели, чтобы каким-то танцором, видимо, стал. Потом в школе у нас класс был, где девчонки занимались танцами, ну там, как бы народными, я не помню уже, и я постоянно тоже какие-то концерты в школе, что-то, какие-то празднования, и меня постоянно приглашали, чтобы я там танцевал татарский танец, и вот на этом фоне они меня пытались как бы к себе переманить в группу, в женскую, можно так сказать, там были одни девчонки, и я так походил чуть-чуть у них, позанимался, и в итоге это как-то мне не особо понравилось там быть среди девочек, один парень, и вот так вот я, можно сказать, всему по чуть-чуть я пробовал и на тайский бокс, и на танцы меня, и на рукопашный бой, и в итоге, а футбол параллельно просто я во дворе играл с пацанами, которые старше меня, то в ворот оставал, то так в поле бегал, и так потихоньку-потихоньку мне просто парень сказал со двора, говорит, давай попробуем тебя записать с дюшор, страймаш так назывался у нас еще раньше, я говорю, ну давай, он позвонил своему тренеру, он там, по-моему, год 90-го был или 89-го, позвонил и сказали, что да, приходите, я с отцом пришел в этот страймаш, и в итоге вообще пришел в 94-й год, а директор страймаша был тренером параллельно и 94-го года, и я пришел в 94-го, он говорит, ты сильнее их на голову всех, и меня отправили в 92-93 год, и получается 93-го года там было пару человек, а в основном только был 92-й год, и все, и вот после этого как-то я начал больше заниматься футболом, а остальное все это двинуло уже на второй план. Ну а расскажи вот эти легендарные истории про тюменские условия для занятия футболом. Ну, как обычно, это бывает в Тюмени, как бы морозы такие сибирские, по минус 30-35, и были моменты, когда мы в зале занимались мини-футболом, и когда там не было зала, там либо занят был, мы тренировались на искусственном поле, и в минус 35, бывало, как бы тренировки проходили на снегу, там поле все было в снегу, и человека 3-4 приходило, и мы вот занимались в такую погоду, и в принципе, как бы особо мороз так не ощущался, когда был ребенком, как-то все спокойно было, и так же потом тренировка закончилась, пошел на улицу бегаешь. Ну, как обычно, в принципе, летом это у нас было искусственное поле, нормальные условия, а вот зимой так бы было чревато, как бы чуть обморозиться. Ну, то есть вообще не стоит, видимо, задавать вопрос о том, почему ты в 13 лет уехал в школу бразильского футбола, вот это, там были явно, наверняка, лучше условия гораздо. Ну, естественно, все другое совсем просто, нас пригласили из Тюмени, троих человек в Москву, это был 2006 год, поехали в Москву, и как бы из 70 человек отбора, нас там где-то около 35 человек взяли в Бразилию, мы полетели на стажировку в Бразилию, получается, это город был Флорианополис, штат Санта-Катарина, по-моему, если не ошибаюсь, и как бы на базе футбольного клуба «Фигеренция», они тогда играли в высшей лиге в Бразилии, и мы как бы там тренировались, месяц стажировка была, и играли игры с бразильскими командами, и как бы параллельно там тренеры были бразильские, и как бы нас так обучали всему по чуть-чуть. Ну, а как выглядели вы на фоне бразильцев? Ну, во-первых, чувствовалась разница физических данных, как бы они были больше нас, мощнее, все, не знаю, они там на фасоли, на бобах выросли, наверное, и они как бы разница прям чувствовалась, когда мы были ровесниками, но у меня фотки есть дома, что они как бы… И либо я просто очень маленький был, и они были выше меня там на голове 2-3, и как бы я это вспоминаю, но просто уровень чувствовался совсем другой. Ну, а как ты думаешь, что было бы, если бы ты не отправился тогда в школу бразильского футбола? Ну, тяжелый вопрос, конечно, такой, не знаю, что было бы, потому что вырос в таком районе непростом, ну, как, наверное, у многих такое бывает, вот, что, может быть, куда-то завело бы не туда, потому что, ну, предпосылки к этому шли, и я там в детстве тоже и хулиганил, и лазил, где попало, ну, и просто, так сказать, жизнь увела, наверное, от этого, что вовремя уехал, вот, и начал заниматься футболом. Ну, то есть, можно это утверждать как факт, если бы ты не уехал лет в 13, то, скорее всего, ты профессиональным футболистом бы не стал? Ну, думаю, что да, потому что с нашего возраста и с нашей командой, где я занимался, в итоге, как бы, профессиональным футболистом никто не стал, хотя были ребята перспективные и перспективнее меня, потому что там был Артем Богомолов, он там 92-го года рождения, его тоже на разных турнирах постоянно отмечали, его хотели забрать там и в Ротор, в Волгоград, по-моему, тогда школа была, вот, и просто, как бы, не знаю, позиция то ли школы, то ли позиция тренера была, но никого не отпускать. И его не отпустили, и потом, когда мы после Бразилии прилетели уже в Россию, и вот этот там отбор был тоже от 35 человек, и в итоге меня изначально не взяли, чтобы именно в Академию зачислить, я там расстроился, плакал, но я очень потому что хотел туда попасть, и как бы прилетел в Тюмень, у нас-то был турнир уже, среди юнош я уже все, как бы, ну, думал, не взяли, не взяли, это был август месяц, и турнир закончился, я ехал в маршрутке, отец мне просто позвонил, типа, так-то, так-то, позвонили вон с бразильской школы, сказали, типа, приезжать. Ну, я обрадовался, он говорит, что будем делать, я говорю, конечно, поехали. В итоге он позвонил моему тренеру, Виктору Николаевичу Княжеву, ну, как бы, можно сказать, поставил перед фактом, что мы поедем, ну, он так, я так понял, что обиделся на нас, сказал, что, типа, вы некрасиво поступили, ну, а отец просто решил, что нужно ехать, и все. Ну, как бы, если бы, может быть, мы начали бы там думать, либо поехали бы встречаться с тренером, обговаривать что-то, может быть, и не уехал бы, а в итоге просто отец сказал, типа, поедем, и, как бы, купили билет до Новороссийска и три дня на поезде ехали в Новороссийск. Ну, и в итоге так. С тренером после этого общались? Долгое время я с ним не общался, потом уже, когда постарше стал, ну, как бы, понимал, что, ну, я-то сделал в итоге все правильно, как бы, может быть, да, можно было как-то по-другому поступить, сделать это, может быть, и обговорить, но, как бы, тогда отец принимал решение, и ответственность вся на нем была, вот. И, ну, я, как бы, с ним не общаюсь прям близко, но когда в Тюмени, там, мы, там, бывают новогодние турниры, участвуем, с ребятами там приглашают в Тюмени, и, как бы, он был, ну, тоже приходит, там, мы так общаемся, ну, как бы, не знаю, мы... То есть осадка не осталась, короче говоря? Может быть, наверное, нет, я надеюсь, что у него ничего не осталось, но, как бы, и, как бы, такого близкого общения у нас тоже нет, не знаю, может быть, он уже все забыл, а, может быть, еще помнит эту ситуацию. Ну, мы напомним этим интервью, если что. Да, конечно. Слушай, мне интересно, что в этой школе было такого бразильского реально? Ну, я так понимаю, эту школу создали, как на фоне того, чтобы в Бразилии была школа балета российского, вот. Там, по-моему, ну, как бы, я уже не помню все точно, все детали, но там было что-то связано с российским балетом, и вот на фоне этого, как бы, и создали школу бразильского футбола, и вот что-то там, типа... Культурный обмен такой, можно сказать. Да, видимо, что-то такое было, и, как бы, а бразильского было что? То, что мы летали в Бразилию раз, ну, вот, я был лично два раза по месяцу, и, как бы, насколько я знаю, там был интерес, как бы, где-то человека 3-4 хотели с бразильской школы оставить в Бразилии, ну, и меня в частности. Ну, видимо, такой возраст был, что, как бы, тяжело было это все сделать, чтобы мы там остались, как-то развивались как футболисты. И бразильские тренеры приезжали к нам и тренировали. Ну, как бы, не часто они были, но, типа, приезжали там, видимо, методику какую-то, рассказывали там тренерскому штабу школы, и, как бы, обменивались, видимо, опытом, и на фоне этого как-то так вот все было. Каково было после этой бразильской всей методики? Второй дивизион, зона Запад за эту Нару, ШБФР, поединки с замечательными клубами Зеленоград, Торпеда Зил, наверное, мяч летал над головой, и как-то не до Джоки Бониты было, да? Да, нет, ну, конечно, потом, когда уже постарше стали, нас из Новороссийска перевели вот на Рафаминск, типа, у нас там был фарм-клуб, вот это на РШБФР, а мы как молодежка были там, у нас 92-93 год перевели туда, и мы играли, во-первых, на КФК еще, на по третьей лиге Москвы и области. Мы-то сперва там двигались, а после этого уже там ребят подтягивали, и меня в частности, вот, я там, по-моему, лет 16 дебютировал во второй лиге. Но я помню, как было непросто, ну, изначально, потому что я, как бы так, физические данные у меня не особо, чтобы бороться, бегать, бодаться, но как-то какой-то опыт набирал и дебютировал, по-моему, при тренере я Лаврентия, который сейчас там женские команды тренировал, по-моему, и Чертанова, и ЦСКА. Вот, а так, вторая лига это. Опыт, опыт. Ну, я так понимаю, что из того проекта, вот этого, бразильского, кроме тебя до премьер-лиги никто так и не дошагал, правильно? Ну, был еще у нас Илья Кутепов в бразильской школе, ну, моего возраста, 93-го года, он приехал, ну, тоже в лет 14-15, наверное, и когда уже, вот этот вот, был период, когда переходить либо на РШБФР, туда во вторую лигу, либо кто-то куда-то уходить собирался. И он, ну, он поехал, как бы посмотрел все, вот эту вот, вторую лигу, видимо, и понял, что, как бы, еще то ли рано, то ли не хочет, и он после этого просто уехал, там, в 16 лет, по-моему, в Академию Коноплева. И вот у него чуть другой путь стало. А так, как бы, ребята еще играли на профессиональном уровне, но именно сейчас уже, сейчас, насколько я помню, ну, мало кто играет. Видел фотографию, тебе 17 лет, ты переходишь в Спартак, за столом сидят Валерий Карпин, Ари и Роман Гурамович. Что это было за событие, и почему в 17-летнего парня презентовали вот таким образом? Ну, там, скорее всего, наверное, не то, что меня презентовали, а было подписано сотрудничество школы бразильского футбола и Спартака, чтобы, видимо, воспитанники бразильского школы, как бы, переходили в Спартак. И так как я первый воспитанник, и на фоне этого всего так все красиво было, ну, картинка красивая была, там, известия, но очень много камер было. Ну, я перепуганный, можно так сказать. Ну, я никогда столько камер не видел. Ну, вот, и еще и, как бы, Карпин, и Ари был на тот момент, и я, как бы, чуть в шоке был от всего этого. И я там как-то интервью пересматривал, но там в интернете есть, и так, а становится не по себе, но там очень сильно нервничал. То есть есть, ты там что-то говорил в микрофон? Да, там есть интервью, там оно, ну, такое оно общее, там, и, как бы, Валерий Георгиевич Карпин что-то говорит, там, с нашей школы руководители говорят, там, я. А у Ари тоже что-то спрашивали. Вот, и, как бы, я помню, так очень сильно переживал. Ну, ночь плохо спал точно. А потом, когда еще на базу приехал, ну, пошел на ужин, и, как бы, и по телевизору смотрю, и показывают эти вот новости обо мне. Там ребята, ребята сидели, наверное, в шоке были, кто такой подъехал, что его там презентуют так, как, не знаю, там, многие футболистов с главной команды так не презентовали. Ну, такие приятные воспоминания. У тебя тогда еще прическа была, конечно, удивительно. Ну, тогда это время модное было, с длинными волосами, наверное. Ты, наверное, по базе Спартака с открытым ртом первое время ходил? Нет, я, на самом деле, очень стеснялся как-то по базе ходить, потому что мы главная команда была, и я первое время как-то так очень скромно себя вел, потому что, ну, не по себе было, я ждал там, пока главная команда покушает, там пока никого не будет, и приходил так, последний, чтобы покушать спокойно, никому не мешать. Есть что-то реальное, особенное в спартаковском борще? Ну, я честно, вот про него все говорят, в спартаковском борще, ну да, вкусный. Ну, как, ну, не знаю, какой-то такой насыщенный вкус. Прикольный был. Короче, в тенистом совершенно другое было, да, потом на базе спартака? В тенистом тоже своя атмосфера базы, и вкуса еды. Ну, это правда, что там еще, если вспомнить сезон там 15-16, ну, старые вот времена вот эти вот с тенистым, что там были салатики с майонезом, сосиски, короче, очень-очень неспортивное питание. Ну, да, обычная еда была. Ну, как бы салатики с майонезом, все такое было. Было, да. Ну, во-первых, раньше, как мне кажется, такого не было, как сейчас, в плане питания, столько информации, особо мало кто, мне кажется, из футболистов делал акцент на это. Ну, если только не из таких уровней премьер-лиги, а во второй лиге, мне кажется, это очень-очень так слабо. У нас вообще это освещают. И тренеры футбольные, потому что вот сколько я играл, ну, редко кто из тренеров обычно говорил, там, нужно следить за питанием, там, это, то, и именно рассказывать, как кушать, что кушать. Только в возрасте где-то 25-26, когда я попал в Балтику при Калешине, он именно делал на это акцент, на профессионализм, на питание, что это все для вас копилочку. А что, в «Спартаке» об этом не говорили, когда ты совсем молодой был? Ну, говорили, но как бы... Не доходило? Да, там, наверное, особо не было такого, наверное, что... Ну, ты должен, ты как бы сам должен понимать, что да, это тебе нужно. Ну, тебе как бы сказали, тем не мимо ушей пролетело. Но просто когда молодой, об этом нужно очень часто говорить, мне кажется. И я это прям вдалблю в голову. Ты, когда пришел в «Факе», вообще как составился переход перед началом сезона 13-14? Я так понимаю, что в молодежке «Спартака» ты почувствовал, что на тебя как бы не особо доверяют, и тебе нужно было как-то перезапускаться. Правильно? Да, потому что в «Спартаке» молодежке я мало играл. Ну, играл как бы в основном, на замену выходил, потому что там ребята, ну, как бы были реально сильнее на тот момент, и забивали, давали многолевых передач. Плюс это были воспитанники школы, и, как бы, понятное дело, ну, я не играл. Вот. Ну, и, может быть, я как бы не очень смотрелся. Как бы не виню кого-то, только себя. А переход был как? Ну, у меня заканчивался контракт там в октябре или в ноябре месяце, и мне просто летом сказали, что можешь искать команду, либо можешь оставаться. И тогда, кстати, только создали команду вот этот «Спартак-2», пришел Бушманов, и я просто, ну, как бы я тренировался при нем, и он мне говорил, типа, хочешь, оставайся, хочешь, ну, как бы от тебя зависит. Я понял, что нужно что-то менять, и поехал на просмотр, например, в Раменское, по-моему, тогда сборы были у «Факела», сказал агент, типа, есть такой вариант. Вообще, он там, он говорил, что вариант в Калугу там был какой-то, ну, и, типа, там, у Калуги никаких задач, там ничего такого не было. Он сказал, вот «Факел», типа, будет топ-команда, типа, во второй лиге, там, хороший тренер, хороший состав футболистов будет. Ну, я приехал на просмотр, там, насколько я помню, тогда очень много футболистов приезжало на просмотр, просто пачками привозили, и так же увозили их обратно. И я где-то, не знаю, ну, наверное, неделю провел, там, сыграл две игры, и уже, как бы, договорились, ну, я понравился, я так помню, там, за столом сидели Севергин, Муханов, по-моему, и Макаров, спортивный директор, его тогда обсуждали, и я так понял, что я понравился президенту клуба, как футболист, вот, не знаю, как тренер, но президенту точно понравился, вот, и, наверное, он, может быть, и продавил, так сделал, чтобы меня подписали, вот, и все, подписал контракт. Ну, а почему, на твой взгляд, тогда у Муханова не получилось, результата не было, просто достаточно пересмотреть тот состав, там даже люди с опытом выступления в премьер-лиге были, ты не жилев, Скрыльников, Мечков, Шпаков, Антипенко, то есть, тогда это были имена? Нет, тогда состав вообще, на самом деле, сумасшедший был, ну, в принципе, Муханов такую игру ставил, как бы, интересную, да, да, тогда все, да, ну, мы, как бы, и, и на самом деле, если так брать игры, то мы очень много доминировали, просто где-то не везло, где-то не везло с погодой, где-то не везло с полем, потому что я помню, как каждую игру домашнюю, там, по осени у нас шли дожди, ну, это поле, конечно, оно тяжелое было для такого футбола, и от этого, как бы, команды закрывались, и нам было очень тяжело, что там придумать, забить, и на фоне этого у нас, как бы, не было результата, а так, Муханов ставил интересный футбол, но, очень рискованно, рискованно, да, и не везло. Было ли ощущение во второй части сезона, когда уже главным тренером был Корешков, что все, как бы, путевку уплыла, что Сокол выходит, просто я помню свои ощущения тогда, мне казалось, что факел тогда выглядел довольно, ну, как-то, ну, не то, что беспросветно, но ты прям выделялся, потому что в тебе был тот азарт, которого в остальных не было. Ну, надо сказать, большое спасибо Корешкову, который поверил в меня, просто я помню сборы, и там было такое, что вообще, как бы, ребята, которые были основными игроками при Муханове, их вообще потом просто убрали с команды, а пришел Корешков, и, как бы, как-то сделал, то ли акцент на молодежь, то ли, может быть, на меня именно конкретно, ну, при нем я начал играть, я почувствовал уверенность, и он, как бы, мне давал свободу, и были игры, он мне там вообще не ставил не кранего полузащитника, а атакующего полузащитника, под нападающим, да, играл я, там был Альберт Шарипов, который чистый центральный полузащитник, он его ставил на фланг, а меня ставил в середину, вот, и при нем, как-то, я почувствовал уверенность, почувствовал, так, вкус такой, ну, может быть, то, что давно не играл, и желания, глаза горели, и от этого, такие воспоминания, просто, и там, и голы красивые, так забивал, вот, и от такого, что, типа, команда, что-то уже поняла, что не выходит, ну, я, честно, не помню, как бы, может, у кого-то и такое было, из старших, но, именно, чтобы это, об этом говорили, ну, такого не было, я просто понимал, что мне нужно, просто, играть в футбол, остальное там уже, как будет, так и будет. Слушай, ты уже тогда был дерзкий тип, ты в 18 или 19 лет перешел в факел, и сразу в десятку взял. Ну, кстати, случай тоже такой, потому что, я, когда по базе ходили, еще, там, в Раменском, мы спрашивали, какие номера, там, будете брать, и зашел администратор, спросил у меня, я говорю, а какой салоны есть? Он говорит, ну, десятый есть, я говорю, давайте десятый, а в итоге потом подписали Антипина, и Антипинка. Он, и он 20-й вот был, вынужден брать. А у него, ну, он всегда там где-то под номерами, там, играл тоже под десятым, и у него даже потом машина, на базу я видел, приехала, и с номером 0-10. Я думаю, да, вот это я, конечно, номер перехватил у него. И еще был случай, игра, по-моему, в Подольске была, и на обеде, там, тренер проходит, там, помощник Муханова, и спрашивает у всех номера, игровые, и за столом сидел. Я, Мичков, и комис, и в итоге, он спрашивает, что комис, типа, ты какой номер взял, тот седьмой? Он у меня спрашивает, а ты какой? Я говорю, десятый. Он говорит, молодежь, вы чего? К вам какие-то номера дал. И хорошо, типа, Мичи с нами сидел, и говорит, типа, это я им разрешил, и все, и все, отстал от нас. А так он нам, можно так сказать, напихал, типа, что за номера взяли. Что ты вспомнишь про сезоны 14-15, 15-16, то есть, когда выходили в ФНЛ, и первый сезон в ФНЛ? Когда выходили, помню, что вторую лигу прошли без поражений при Пантелеичи, Гуси. Хорошие игры были, такие непростые, но прошли так, чемпионат гладко. Потом это празднование было на стадионе, там баннер вывесили на, по-моему, не баннер, или что, перформанс какой-то был, чемпион, ну да, чемпионы там написали, по-моему, да, потом в итоге выиграли, болельщики выбежали на поле, там с болельщиками фотки есть, у меня тоже в телефоне как-то видел фотографию с болельщиками, и вот сейчас, я не помню, то ли человек мне написал где-то в соцсетях, то ли я его встретил после игры, он подошел ко мне и сказал, вот, или, ну, типа, так-то так, ты рассказал, что вот я был с вами там на поле, выбегал, когда вы выиграли вторую лигу, типа, я за вас, со второй линии, давайте, давайте, ну, вот это все там, пожелал удачи, я думаю, прикольно, хорошие воспоминания. Я помню, тогда было, как делать нечего, выйти на поле, я помню, когда матч завершился, все стали праздновать, я спокойно спустился, вышел на поле, прямо там кто-то шампанское открывает, я сейчас себе такого представить не могу. Ну да, тогда просто болельщики выбежали и начали с нами фоткаться, ну, на общекомандной фотографии, вот, ну, не знаю, тогда, видимо, как-то было все так. Легко. Слушай, а ты еще помнишь 100% вот сезон 15-16, вот те победные серии, победа над Арсеналом со счетом 3-1, когда 16,5 тысяч было на трибунах, я понять не могу, ну, или могу, но, наверное, как-то мне некорректно было бы предполагать, как нефутбольному эксперту, почему та команда не вышла? Блин, ну, на самом деле, мы же еще очки растеряли в начале сезона, как бы у нас там было, по-моему, первый круг закончили на третьем месте. но мы в шести играх, по-моему, там пять поражений было у нас и одна победа, по-моему, над Шинником, если не ошибаюсь. И плюс, как бы мы вышли и приехало очень много новых футболистов, там, может быть, человек 10, и сразу ставку сделали на них, и когда результата не было, я помню, президент клуба сказал, что, ну, так, зашел в раздевалку, чуть-чуть всех встряхнул, и после этого Павел Пантелеич Гусев, ну, как бы, поменял состав, и вообще, мы игру первые вышли с Тюменью, да, на выезде, вот, сложной девяткой, да, и без нападающих, как бы, короб играл нападающего, я справа играл, и, как бы, не напомнишь, что победный гол забил, тогда? Странный полузащитник, но, короб подал мне голевую, а я забил гол, ну, мы бежали в контратаке, вот, и после этого как-то у нас пошло, вообще, нормально, начали играть, и, там, 10 игр у нас было точно без поражений, ну, там много побед было, и, как бы, раз-раз, и первый круг закончили, так, на третьем месте, но, честно, я уже не помню, почему нам не удалось, но, что-то мы в каком-то моменте забуксовали, где-то начали терять очки, да, и чуть-чуть там, ну, чуть-чуть не хватило, на самом деле, а так, команда у нас, если честно, веселая была. Ну, то есть, тогда вы перестроились на 4-4-2, я помню, вы с коробом по флангам, и спереди супер дуэт форвардов, берегов, Касьян. Да, да, была такая игра у нас, но мы, как бы, не числими, не флангами были, полузащитниками, а больше играли так, по всему полю, открывались, и нам, как бы, Павел Матилеевич говорил, что открывайтесь между линиями, там, куда хотите, хочешь там, ты налево прибеги, коробу, хочешь там наоборот, и, как бы, так, импровизация была, просто при обороне садились в свои зоны, старались, как бы, тогда, когда президент, после поражения от Енисея, зашел в раздевалку, 0-1 дома, когда сгорели, была фраза, может быть, дать, типа, шанс молодежи? Ну, да, лично от него сказал, он не сказал, не может быть, типа, если не хотите играть, типа, будут молодые играть, ну, как-то, молодые вышли, и, собственно, зарешали, вот такое, ну, да, дали шанс, ну, на самом деле, я еще до этого, там, дебютировал, по-моему, в стартовом составе, с Оренбургом, мы там проиграли тоже, вот, а Короб уже, да, Короб тоже дебютировал, уже именно вот, когда в Тюмени мы сыграли, и так, и в итоге так получилось, что он отдал голевую передачу, я забил, так все, как-то очень все сошлось. Я с Сашей Саутиным в начале прошлого еще сезона говорил, сравнивал ту команду, сезона 15-16, вот с командой, которая на тот момент была актуальной, скажем так, то есть вот, начало прошлого сезона, как ты думаешь, факел прошлогодний, против которого ты играл в ФНЛ, и факел сезона 15-16, тот куражный, какой из них сильнее? Вот Саути говорит, что факел более современный, он гораздо более организованный, реально профессионально отстроенный, поэтому скорее сильнее все-таки он, хотя та команда, конечно, была огненная. Ну, и сейчас тяжело сравнивать, потому что, во-первых, две разные команды, стилистически, у нас такая больше команда была, как сказать, негабаритная, не было такого, что мы там играли именно на нападающих, там подбирали мячи, чуть другой стиль команды был, более за счет контроля мяча, более как бы за счет футболистов, индивидуально, которые могли как-то что-то придумать, там в центре полузащиты у нас были хорошие футболисты, которые вели игру, вот, а тот факел, который был в прошлом сезоне, ну, это была такая вот мощная команда, которая, ну, было много передач вперед, длинных, заспину, много было борьбы, единоборств, даже там по статистике было видно, что команда очень много выигрывает единоборств, и, как бы, выигрывает подборы, и, ну, тяжело сравнивать, на самом деле, просто вообще разный стиль команд, если так, если можно было сыграть друг с другом, то было бы, конечно, интересно, на... именно рисунок игры был, мне кажется, сейчас, как бы, мало команд в первой лиге, которые так могли играть, как бы, ну, импровизировали, там, что придумали, потому что подбор футболистов был так неплохой. Тосна, Тамбов, вот эти два этапа в твоей карьере, как-то очень быстро помелькнули. Корректно ли говорить о том, что это просто стилистически тебе совершенно эти проекты на тот момент не подходили, потому что это были 4-4-2, максимально вертикальная игра на двух столбов, и ты, как тогда крайний полузащитник, который при этом, будучи левшой, играл справа, ну, ты себя там никак найти не мог. Да, время-то было, конечно, у меня непростое, потому что я пришел в Тосна, ну, где уже был, в принципе, костяк сформирован, такой хороший очень подбор футболистов, и конкуренция высокая была. Поначалу я, как бы, особо не играл, ну, там, первую игру, я помню, дебютировал за Тосна против Тюмени, что-то не особо так сыграло, меня поменяли в перерыве, как-то после этого так особо на замену выходил, но потом уже раскачался, и под конец сезона я так набрал неплохую форму, и начал голевые передачи давать, и забил, там, по-моему, в заключительной игре, там, химком, два мяча на выезде. Ну, как бы, почувствовал уже, и поймал свою игру, и, видимо, адаптировался к требованиям, и понял, как бы, как команда играет, под конец сезона только. А так, ну, да, может быть, на самом деле, я особо стилистически, Тосна как бы не особо подходил под меня. Ну, не под меня, а я, может быть, под команду. А так, как бы, просто у командующих стояла задача, и я все, рвался в премьер-лигу, проявить себя. Ну, и с Тамбовым приблизительно та же история. С Тамбовым, да, просто меня там тоже дергали, я сперва сыграл, там, игру левого полузащитника, потом у нас порвал кресты, Зуйков, и меня попробовали вообще левого защитника. И это моя была первая игра, чтобы я сыграл левого защитника, вот, и, ну, сыграл, как бы, так, для дебюта, конечно, на новой позиции. Так себе, там, помню, еще забили из-под меня. Ну, там, контратака была, я чуть не заузил, стоял широко, как по привычке, а не как нужно для защитника. И вот, и потом, как-то после этого у меня особо тоже не пошло, потом опять, что-то меня там сыграл игру, поменяли в перерыве, и вот этот, то туда, то сюда, то справа, то слева, и, ну, тоже не просто все там было, вот, тамбов на такой этап, тяжелый. Ну, получается, вот этот вертикальный футбол тебя все-таки нагнал, и латералем ты все-таки стал. Да, латералем я стал, но я стал тоже, не потому, что мне захотелось им стать латералем. Слушай, ну, профессиональный футбол, нужно уметь адаптироваться. Ну, конечно, ему нужно адаптироваться к любой позиции. В итоге, получилось так, что у нас, Евгений Игоревич Калешина убрали, с Балтики уволили, и пришел, Сергей Николаевич Игнашеевич, как бы, у нас так, с левой ногой, чтобы человек, который мог сыграть на бровке, не было. И в итоге поставили меня, что могу бегать, там какой-то объем дать, какой-никакой. Вот, и в итоге отыграл сезон латераля, но тоже тяжело перестраивался, потому что так много нужно бегать, объем такой давать, черновой работой именно. Еще хорошо, когда ты в атаку бежишь, но нужно еще обязательно не забывать про оборону. Ну, и в итоге так адаптировался к позиции, к латералю, и привык, потому что, ну, хочешь играть, нужно адаптироваться к этой позиции, и выбора не было, я понимал, что нужно по-другому никак. С какими чувствами ты возвращался на центральный стадион профсоюзов в Воронеже в футболочке курского авангарда? Да, естественно, какие чувства-то были приятные, да, ну, было просто, была у меня аренда, да, после тостно отправили меня, в Курск, вот, поехал, точнее, сам. Ну, приятные чувства, но я просто еще и так получилось, что забивал факел за Курск, вот. С удивительной периодичностью. Частенько, да? Частенько забивал, еще и постоянно что-то на поле происходило, то там стычка с Лебеденко, то тебе с Востока что-то кричат. Ну, с Востока мне, да, так частенько кричали, на самом деле. Я думал, если честно, когда я вернулся в факел, думал, мне как-то... Припомнят или нет? Болельщики, да, как-то особо не может, и не примут меня, но так вроде бы, я просто еще и так... случилось, что я забил в первой домашней игре. Удачно ты вернулся. Да, удачно вернулся. И как-то болельщики, наверное, видимо, чуть забыли на эмоциях про те голы, которые я забивал в ворота факела. Неужели ты перед Динамо серьезно думал вот про это? Да не, именно перед Динамо не думал, но когда возвращался, когда договорился, уже была с факелом, что я подписываю контракт, то я об этом думал. Я думал, потому что, ну, болельщики реально кричали на весь стадион. Альшин, Иуда и там и маты. И маты дальше были. как бы на меня, как бы это особо так не влияло, ну, было необычно. Думал, вроде ничего такого плохого не сделал для клуба. Важный для меня вопрос. Почему после голого в ворота Динамо ты не показал татарский танец? Там, если честно, не до этого было уже совсем. Я уж татарский танец ты забыл, как танцевать. Но, там, эмоции такие были, что, там, я не думал ни о чем. Просто, кот бежал. Я помню, я пересматривал эти кадры, я думаю, ты сам не помнишь, что с тобой происходило. Это, наверное, что-то вообще... Ну, это вообще первый гол в премьер-лиге. Еще и такой. Динамо, ну, и важный, да. Ты после этого матча вообще как ходил, как спал? Ты как спал-то? Ну, тяжело, конечно, после игр всегда засыпать. И, ну, были поздравления от друзей, там, от родных, близких, то, что забил, то, что я к этому шел долго, играть в премьер-лиге еще и забить Динамо. Ну, это вообще эйфория, наверное, которая прям захлестывает. Ну, это, да, непередаваемые эмоции. Потом еще вот это началось от СМИ, матч ТВ, там, с губернием, еще что-то. И потом перед ЦСКА тоже просили, но я просто отказался, потому что уже, ну, перед самой игрой, как-то в эфиры выходить это уже было бы лишним. А так, как бы, да, вот это вот началось. Пресса, пресса. Губерниев звонит. Здорово, я Эльнур с Тюмей. Да, с губерниевым еще, я думаю, куда я, что-то как-то это, резко все началось. Что ты чувствовал, когда команда уже адаптировалась? У тебя было ощущение, что вот они, эмоции первые схлынули и становится все тяжелее? И вообще, насколько уровень РПЛ соответствовал твоим ожиданиям, скажем так? Ну, как бы, я и так, ну, и на кубок мы играли с командами тоже Премьер-лиги, и я понимал, что, как бы, играть можно со всеми командами. И потом, уже когда дебютировал в Краснодаре, ну, было тяжело, понятное дело, там и вся атмосфера вот этого стадиона, и плюс команда, которая доминирует, было тяжело, как бы, к скоростям привыкнуть, адаптироваться. Но, вот этот первый минут 20, пока раскачались, раздышались, и потом уже как-то все так, спокойно было полегче. А изначально, да, было тяжело темп игры поймать в Премьер-лиге. Ну, скорости, конечно, отличаются, и уровень футболистов, которые сразу, ну, не прощают ошибки, когда есть момент, они бьют, и тут могут из 20 пробить метров, из 30, а он может туда залететь. Ну, как, в принципе, у нас получилось с Краснодаром, что Ионов пробил, там, и за штрафной, и мяч залетел. А так, разница в мастерстве футболистов, думают по-другому совсем. И это каждую секунду прям чувствуется? Ну, да, нужна высокая концентрация, потому что и с ЦСКА, когда мы на выезде играли, они еще тогда очень ход такой мощный набрали, и было очень с ними тяжело. Я понимал, что тут нужно внимательно, потому что футболисты там такого уровня, что они один в один могут просто троих обыграть, и это для них будет легко. На протяжении многих лет любой футболист, который подписывал контракт с Факелом, в интервью говорил одно и то же. Этот город достоин Премьер-лиги. Ты сам за сколько лет в Факеле тогда сколько раз это произносил? И вот Премьер-лига в Воронеже. Это соответствует вот тому, как ты тогда это себе представлял? Это вот оно, вот этот ажиотаж, вот это сумасшествие? Ну, я понимал по болельщикам, когда мы в первой лиге еще играли, вот когда там с Тула игры были, с Динамо были игры в первой лиге, по тому, то, что сколько болельщиков приходило на стадион, по тому, как они за нас болели, как они, можно сказать, бились в прямом смысле слова этого, с болельщиками Динамо на стадионе. Я помню, у нас там матч приостановили. Я понимал, что как бы в Премьер-лиге это будет очень круто тоже. Я думаю, что народ будет ходить и по двадцатке, так и оно, в принципе, получилось. Но просто чуть-чуть ограничения были иногда по стадиону. А так, мне кажется, этот город, ну, реально достойный. Оно и этого, я, в принципе, ожидал, что столько будет ходить, так встречать. Но я не ожидал, что к нам приедут на первую игру столько людей к отелю в Воронеже, да, перед Динамо. я, если честно, в шоке был. Ну, я все думал, могло быть, но не ожидал, что приедут к отелю. Ну, то есть, это сопоставимо с тем, что непосредственно на стадионе происходит? Ну, да, мы ехали, просто люди идут, идут, идут на футбол, смотришь на каждом участке, дороги там, везде идут на футбол. Ну, понимал, что это прикольно. Это, ну, не похоже, так можно сказать, на Россию точно. Ну, это как в голливудских фильмах, когда вот показывают, мнение с болельщиками, мне кажется, это наоборот какой-то такой, типа как, что-то там из Аргентины, какой-нибудь, в Укахуни уже болельщики, что же там, у них сумасшедшие, как люди живут футболом. И мне кажется, в Воронеже что-то такое похожее, потому что ты выходишь, и болельщики идут на стадион там, со всех сторон. Ну, это прикольно. Давай, давай теперь загадаем, как будет у нас все во время весенней части сезона. Как думаешь, сохранится это сумасшествие? Я надеюсь, что сохранится, это, понятное дело, фан-айди, но, мне кажется, болельщики все равно сделают этот фан-айди ради команды, ради нас, чтобы поддержать нас, чтобы мы выполнили свою задачу и остались в премьер-лиге. Но, думаю, что будут так же приходить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ